Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы, как всегда, поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нём. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнём. Дорогой зритель, сегодня будет не самый обычный выпуск программы, и у меня на это будет две причины, а не пять, как у моего тёзки. Во-первых, всю прошлую неделю я провёл в Казани на саммите БРИКС, где Александр Лукашенко в интервью коллегам-журналистам рассказал столько всего важного и интересного, что желательно всем это изучить целиком, а хронометраж нашей программы, но он не резиновый. И второе, куда важнее всех слов пропагандистов, собственно, то, что говорит наш лидер. А задача его журналистов максимум немного огранять эти алмазы из нарративов и тезисов, чтобы они, будучи уже бриллиантами, сияли максимально ярко. Но начну я с самого саммита, с которого в эфире ОНТ у меня было аж пять репортажей, и я искренне верю, что все вы их посмотрели. Так что о субъективном. Откровенно говоря, в пути по маршруту Минск-Москва-Казань, я изучая, что говорят и пишут о БРИКС в русскоязычных медиа, да и в англоязычных, не мог избавиться от ощущения вот некой лозунговости в оценке сегодняшней роли БРИКС на планете. Ну вот, конечно, когда в организации Россия, Китай, Индия, когда за столом переговоров еще и Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индонезия и еще пара десятков стран, это колоссально мощно по составу. Это никто не оспаривает. И в целом тезис о том, что совокупная экономика стран БРИКС уникальная и мощнейшая на планете, я оспаривать не берусь. Но я вот люблю футбол. Это командная игра, а любой политический союз есть команда. В командных видах спорта недостаточно собрать лучших звезд мира, потому что каждая звезда амбициозна и хочет быть, если не примой, то одним из лидеров. Классический футбольный пример, который сразу поймут те, кто в футболе не первый день, это Мадридский Реал эпохи Галактикос со звездами Зиданом, Беккомом, Роналдо и Фигу в составе, но уже без Макелеле и с Павоном в центре защиты. Для далеких от футбола граждан поясню. Звезд в команде было много, но все тянули на себя одеяло, отчего игра команды была далека от звездности, и ничего тот состав особо не выиграл. То, что Владимир Путин в год председательства России в БРИКС сумел собрать за одним столом всех мировых гегемонов, за исключением США, это фантастически круто. Но это ведь не означает автоматически, что звездные политические игроки сразу образуют звездную политическую команду, не так ли? Любой союз — это система взаимоуступок. Даже крепчайший на планете союз Белоруссии и России в процессе выстраивания этой системы переживал разные времена. У нас бывало откровенно искрило. Мы никак не могли договориться то по нефти, то по мясу с молоком, то по калийным удобрениям. Всякое случалось. Путь этот был и есть и будет тернистым, даже с учетом высочайших стартовых позиций и общности, интересов и менталитетов. А тут за одним столом. Лидеры России, Китая, богатейшие нефтяные арабские шейхи, гордый Иран, не менее гордая Турция и многие другие. Звездные политические игроки, но как убедить их играть в одну общую игру, отступая в некоторых вопросах от их заслуженного принципа доминирования национальных интересов? Колоссальнейшая задача, не так ли? При этом мы имеем вполне себе прямо оппонента, пусть и напрямую это не всегда декларируется, но это те, кого называют коллективным западом. У них тоже бывает всякое, но все же у них структура командной политической игры сформирована давно и четко. Есть лидер в лице США, диктующий свою волю, есть команда более и менее звездных сателлитов, которые строго придерживаются установок Вашингтона. Мы можем сколь угодно гнобить Францию с Германией, которые отдали свой суверенитет штатам, мы можем над ними издеваться, можем параллельно сопереживать оказавшимся в экономических заложниках откровенно гражданам этих стран. Но с точки зрения противостояния команд старого миропорядка и нового противостояния условно G7 и BRICS у врагов наших есть сильный аргумент. И это жесткая централизация власти и гарантия соблюдения их стратегии. У них есть геополитическая диктатура, и если мы видим объективные плюсы диктатуры в целом, то в их диктатуре объективные плюсы тоже есть. BRICS же пока набор звездных игроков, но которые пока не проявили себя как звездная команда. Способны ли они, а с учетом того, что Беларусь уже официально партнер BRICS, способны ли мы выдать звездную командную игру против G7 более чем? И в теории это может быть полным разгромом. Готова ли уже сегодня такая организация, как BRICS, к такой вот командной игре? Все ли звездные игроки готовы для начала выработать общую стратегию, а затем ее придерживаться, где-то отказываясь ситуативно от национальных интересов ради стратегических преимуществ от победы в будущем? Это большой вопрос. И вот прилетаю я в Казань, слушаю я заявления президентов и премьер-министров, читаю онлайн, что об этом пишут, разделяю восторг экспертов относительно того, что весь цвет мировой политики собрался в Татарстане. Тем более всех лидеров удалось увидеть лично и будет о чем рассказать своим детям. Но жду я, что насчет BRICS, скажет Александр Григорьевич, потому что я уверен в своем президенте, он как всегда скажет как есть, потому что розовые очки это не для белорусской политики. Сила в правде. Сказать это недостаточно, нужно силу в правде искать реально. И кто точно это делает, это наш лидер. Потому что мог он, особенно с учетом решения дать нашей стране на этом саммите статус партнера, как-то ограничиться лозунгами хвалебного толка о мощи стран BRICS, о новом миропорядке, который обязательно благодаря BRICS случится. Но президент свое видение публично обрисовал, как есть на самом деле. Я совершенно уверен, что и не публично. Всем остальным лидерам Александр Григорьевич говорил в кулуарах ровно то же самое. Противоречий, как вы понимаете, Николай, там достаточно. Там страны разные, крупные даже страны, у которых свои противоречия. Россия попала в такую ситуацию вместе с нами, с Белоруссией, когда хочешь не хочешь, а надо решать общие вопросы, которые волнуют и будут в будущем волновать BRICS. Ну вот, допустим, расчетно-платежная система. У нас долларосылная валюта по расчетам с другими странами, у россиян и у белорусов. Попав под эти санкции, хочешь не хочешь, мы вынуждены предлагать параллельную систему расчета. Некоторые государства на это реагируют так, знаете, ну нас не касается, и ладно. А что, завтра не коснется? А вось пронесет. Поэтому я поддержал россиян, что они волею ситуации, и потому что они смотрят, наверное, все-таки дальше, они предложили для решения ряд конкретных вопросов. Мы их приняли? Нет? Здесь я напомню еще один важный принцип, которым всегда руководствуется наш президент. И это фраза, о которой я лично часто люблю к месту упоминать. Чтобы решить проблему, ее надо решать. К этому Александр Григорьевич призывает вертикаль власти в Беларуси и заставляет работать именно так. Бывает лучше получается, бывает хуже. Идеально не бывает, это тоже правда. Но решать проблему президент Беларуси призывает в том числе такие объединения, как БРИКС. То есть президент Беларуси призывает решать проблемы лидеров России, Китая, Индии, Ирана, Арабского мира и так далее. Со всеми он знаком очень давно, и никто из них не только не обижается на эти честные публичные призывы. Есть ощущение, что ради этого многие мировые лидеры и просят Александра Лукашенко приехать честно и публично озвучить свою аналитику. Потому что если ровно то же самое о неких проблемах в поиске единой стратегии заявит Россия, это могут ревностно оценить Китай, Иран или Турция. Если скажут это Китай, могут чуть напрячься Россия, Турция и Иран. То есть звездные игроки не могут себе порой сказать как есть, чтобы остальные не восприняли это как попытку стать примой. А Беларуси, как еще говорил президент, не принято страдать глобализмом. Мы гордые и суверенные, но мы Беларусь. Мы честно и объективно на себя смотрим. И именно Александр Лукашенко может себе позволить сказать о проблемах так, что его выслушают все политические звезды. Выслушают, прислушаются и отреагируют строго позитивно. На мой взгляд, многим союзам, в которых сейчас Беларусь, а сейчас будет тонкая мысль, нужна Беларусь, конечно. Но еще нужнее именно сам Александр Григорьевич, как личность. И мысль еще одна чисто футбольная. Пусть и эту мысль оппозиция выдернет из контекста, но футбольные люди меня поймут. Наш президент в звездной команде – это как Клод Макелеле. Может, не прима и не вверху списка звездных игроков, но тот, кто склеивает всех этих звезд, позволяя им быть звездной командой. Убери из состава одну звезду – радикально ничего не случится. Потерять из состава того, кто связывает звезд в единый организм – это крах команды. Каким бы галактическим ни был набор игроков. Мораль. Геополитическая сила Лукашенко уже давно не ограничена границами Беларуси. И это давно признано в мире. Конечно, оппоненты его скажут, что это я пою дифирамбы президенту. Но я всего лишь говорю очевидные факты. Глупо это отрицать, как и глупо это не замечать. При этом, несмотря на колоссально возросшие возможности, приоритет у президента Беларуси – интересы Беларуси в любой ситуации и в любых переговорах. Значит ли это, что любое решение российского президента… Не значит, я понял, о чем вы хотите спросить. Не значит, у Путина есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня президент Беларуси. И я буду защищать интересы беларусского народа. Они абсолютно совпадают с россиянами. Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать. И наш любимый Стив Розенберг и другие журналисты у Александра Григорьевича, президента Беларуси много спрашивали не только про нашу страну, но и про мировую политику. Как там все устроено, что лишь подтверждает ранее озвученные в этой программе утверждения. А еще много спрашивали про Россию, Кремль и Путина. Мол, не жалеет ли Владимир Владимирович, что идет война? И вот этот ответ президента, он очень важен. А было бы лучше, если бы этого не было. Было бы лучше в России, если бы Украина вступила в НАТО и были размещены вооруженные силы НАТО на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут. Было бы лучше для России или нет? Взвешивая, все взвешивая, Путин выбрал этот путь. Важен этот фрагмент по России и для понимания внутренних процессов Беларуси. Возьму на себя смелость предположить и ответить на вопрос, жалеет ли о чем-то Александр Григорьевич с 2020 года и до сегодняшнего дня? Насколько я понимаю президента, на каждого беларуса ему не все равно, потому что все мы его люди, его страны. Жалко ли, что многие люди в 2020-м поддались панике, а затем и чужим губительным советом вышли на попытку госпереворота и схлестнулись силами правопорядка? Уверен, что жалко. Жалко ли тех, кто сбежал из страны, страдает где-то в сопредельном государстве, а мог бы жить счастливо у себя на родине и приносить родине пользу, но боится или просто не хочет сидеть за преступления? Уверен, их тоже жалко. Жалко ли силовиков, которые тоже пострадали в том замесе, а потом годами не спят, толком ночами ограждая страну от каких-то новых проблем? К силовикам не стоит применять слово «жаль», но президент очень ценит их труд. И, возможно, это не позволяет попросить их, например, о следующем. Давайте всех нерадикальных беглых массово простим великодушно, тех, кто создал всем проблемы, но пожалел и одумался. Пусть бы они спокойно вернулись, перевернем страницу, так будет лучше. Силовики этого могут не понять. Но бывают ситуации, когда вин-вин, то есть решения, которые двум сторонам удобны и комфортны, а бывают луз-луз, когда складывается так, что обоюда хороших решений не существует. А в 2020-м было именно так. Или решение проблемы с контролируемой извне попыткой госпереворота, или война в Беларуси за противоборствующую сторону. Александр Григорьевич принимал тяжелое, но верное решение. И придерживается эти годы выигрышной стратегии для страны. Это важно сейчас понимать всем. Мы уроки 2020 года хорошо выучили. Они искали повод ввода натовских войск, а тут к власти пришли, позвали под Смоленском войска. Что Россия бы на это спокойно смотрела? Она сегодня воюет, чтобы НАТО не было в Украине, а то НАТО в течение суток там бы вышли. Законно вышли. Власти пригласили суверенного государства. Россия бы ответила. И это началась бы война. Я это четко усек. Поэтому у меня другого выхода не было, как защищаться и защищать свою страну. Еще тема, которая пересекается с моим восхищением от того, как честно президент говорил о БРИКС, его же выводы о том, что ситуация на фронте сильно повернулась. И у России сейчас много успехов. И это, несмотря на тезис о том, что такое должно подтолкнуть регион к миру, вполне себе может сыграть ровно в обратную сторону. Мы смотрим, как мы, русские, наконец-то поперли на фронте. Ну, Оля, может быть, не совсем поперли, но пошли прилично. Для мира чем опасны? Что Россия ведь может сказать и может и говорить уже, слушай, а зачем нам сегодня за стол переговору садиться? Мы в шоколаде, мы продвигаемся. Могут, я не говорю, что так скажем. Если Путин и Россия согласятся на мирные переговоры, да, будем разговаривать. Но Россия тогда, Володя Зеленский, должен быть готов продиктует условия. Сразу здесь же ключевой, на мой взгляд, тезис президента о ситуации в регионе и о войне на Украине. Разные пропагандистские провозики могут по инерции долго катиться по смазанным рельсам. Но ситуация меняется, что на фронте, что вообще в мировой геополитике. Так что то, что было правдой вчера, возможно, сегодня уже, ну, не совсем верно. Если раньше мы говорили, что мир в Украине возможен при согласии США и Европы, то сейчас они уже больше хотят мира, чем Володя Зеленский. Легко на него воздействовать, не дать. Не дать денег, не дать оружия. Слишком просто. Вначале договорились и пообещали Владимиру Александровичу, дадим все и деньги, и оружие. Не дать это потерять лицо. Но видя, что происходит на земле, где Россия продвигается вперед, они же это все видят и оценивают. И оценивают по достоинству, не так, как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины. Крах Украины – это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский. Минимум моих слов и максимум логического построения разных фрагментов интервью президента. Добавляем те самые переговоры с представителями Запада, о которых рассказывал Александр Лукашенко, и всем было интересно, с кем же конкретно разговаривал президент. Напрямую заявлений не было, потому что мы вот так договорились. Но дальше начинается самое интересное. В распоряжении всяких польских и псевдобелорусских оппозиционных медиа появилась информация, которая широко разошлась в интернете, что переговорщик этот некий Кевин Дойл, представитель Госдепартамента Соединенных Штатов. Для беглых это проблема, потому что контакт Вашингтона с Лукашенко значит, что Вашингтон вынужден с Лукашенко договариваться. А это для будущего беглых – катастрофа. Но если покопаться в том же интернете, можно найти информацию, что вот некто Кевин Дойл является экономическим сотрудником Госдепа по Беларуси. Акцент я делаю на слове «экономический». А вот теперь слушаем, что о темах этого разговора с таинственным представителем Запада рассказывал сам президент. Там не экономические темы, там темы военные. Поаккуратнее там с дальнобойными ракетами и прочее. Есть такой вопрос? Зеленский поднимает. Да, эти ракеты я буду бить по Крымлю и до Казани. Я говорю, ребята, вы поаккуратнее, потому что к Путину могут обратиться. Пример привел Хуситов. А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит Хуситом и будет поражен хоть один авианосец, это как будет? Это для нас неприемлемо. Я говорю, я понимаю, неприемлемо. Ну и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять эти ракеты. Согласились, да, говорят, действительно опасно. Скажу нашим беглым и оппозиции в целом одну банальную вещь. Если Западу нужно скрыть, кто конкретно прилетал к Лукашенко, то куда лучшая стратегия, чем Молчанка, это бросить публично через прикормленные медиа некую иную фамилию, прикрывая реального человека, прилетавшего в Минск. Пока все с остервенением обсуждают, что значит для них разговор Кевина Дойла с Лукашенко, никто не сомневается, что это был действительно тот самый Кевин. Хотя этому нет ни доказательств, ни хотя бы публичных подтверждений от самого Госдепа. Если представить, что контакты у Минска с США на куда более высоком уровне, добавить сюда надежный канал связи с Украиной, стратегическое партнерство с Россией и давнее желание Евросоюза закончить как-то без репутационных потерь для себя эту войну, может быть, касаемо судьбы регионов, все уже предметно договариваются. Но тихо. Ну, а может, уже договорились? Политика ведь построена так, что если серьезные дяди собрались за круглым столом перед телекамерами что-то обсудить, выработать план и его подписать, чаще всего они уже давно кулуарно договорились, что конкретно они подпишут, а то и вообще уже подписали. В этом случае белорусы, которые страдают за рубежом, но продолжают ждать какой-то манны небесной, они рискуют пройти точку невозврата, когда и по их судьбе, и без них все договорятся. Не лучше ли взять судьбу в свои руки и вернуться самим? Тем более, что комиссия шведа как удачно совпала, недавно получила бессрочные полномочия, а это значит, что все уверены, ничего не случится в обозримом будущем такого, чтобы вопрос возвращения в Беларусь рассматривался бы неким иным механизмом. Так что возвращайтесь. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.